Что? Куда? Зачем? Мы стали проводить в доме больше времени, мы стали, я стала, например, активно запасаться фарфором и текстилем, и, конечно же, мне хотелось, чтобы дома всегда приятно пахло. По свечам я сходила с ума достаточно давно, но помимо свечей есть разные способы ароматизировать пространство, и в этом видео я буду рассказывать о каждом из них. И раз уже начался разговор про свечи, про свечи я, пожалуй, этот разговор и продолжу. Для начала, прежде чем мы перейдем к конкретным лотам, я хочу сказать о том, как правильно, в принципе, пользоваться свечой. Это очень важно, потому что какой бы классной ни была свеча, если вы неправильно будете с ней обращаться, она не доставит вам ту массу удовольствия, которую она чисто теоретически может вам доставить. Впервые зажигая свечу, очень важно дать ей время для того, чтобы она вся равномерно прогорела. Вот этой понадобится где-то, скорее всего, часа два-два с половиной, чтобы воск выровнялся, расплавился, и тогда ее можно уже тушить. Тушим мы свечу, ни в коем случае не сдувая ее. Мы берем какую-то крышечку, некоторые свечи идут с крышками, некоторые идут без, но можно воспользоваться чем-то с подручным, просто накрыть свечу, прекратить доступ к кислороду, и она погаснет, она заслинет, и потом можно снова ей начать пользоваться. Но прежде чем мы будем зажигать свечу повторно, мы подрезаем у свечи фитиль, чтобы она не коптила и не воспламенялась, и не устраивала в наших квартирах, не пойми что, с копчеными стенами и потолками. Это очень важно. Случаются достаточно вредные свечи, которые не хотят равномерно прогорать. Тут появляется либо кратер, либо туннель, все называют это по-своему. Я сейчас расскажу вам о том, как с этим бороться, чтобы свечой было приятно пользоваться, и чтобы она жила свою долгую свечную жизнь, обещанную на упаковке. Вот эта свеча, кстати, тут, по-моему, 250 грамм, она обещает гореть 45 часов. Если вы подожгли свечу, и вдруг вам, не знаю, через 20 минут срочно понадобилось уйти, вы ее затушили, она не прогорела, либо она, в принципе, плохо горит, используем подручные средства. Просто ощущаю себя из клуба чумелые ручки. Сейчас мы будем делать шапочку из фольги, но не против радиации, а для свечи. Но к свече Flame, это свеча Flame, спойлер, у меня еще ни разу не возникало никаких вопросов, они горят очень хорошо. И делаем вот такую штуковину, оставляем, можно побольше, я просто сейчас показываю, чтобы был воздух, чтобы горел фитиль, естественно, на фитиль мы ничего не ставим, но возникает вот такая вот банька, и спустя какое-то время, может, час-полтора, оптимальное время для горения свечи, никогда не оставляйте свечу дольше, чем на три часа, это уже просто небезопасно. Скорее всего, когда вы снимете с нее эту шапочку, свеча равномерно прогорит. Как я уже сказала, у нас в этом видео снимаются приглашенные звезды в лице свечей Flame Moscow, это их керамическая Sony. Sony пахнет табаком и кожей, и мне нравится, что Flame очень разный форм-фактор их свечей, то есть это, например, у нас керамическая, она догорит и может быть просто красивым стаканом в интерьере, который можно использовать под кисти, под зубные щетки, как угодно. Плюс у Flame есть еще вот такие вот свечи в банках, это свеча Варвара, их я тоже очень люблю, потому что тут в комплекте идут спички. Да, были у меня такие ситуации, когда я покупала свечу, а спичек и зажигалок в доме не оказывалось. Все это вот так красиво. Собственно, крышка для того, чтобы потушить эту свечу, и Варвара абсолютно прекрасна, потому что пахнет черничными кексиками. Тоже очень осенний аромат, тут вынесена вся пирамида. Черника, лимон, кофе, люпин, ветивер, сандал, астеракс. Более чем осенняя свеча. Пахнет восхитительно и, скорее всего, многим подарят незабываемые наслажденческие часы. В качестве альтернативных продуктов можно найти в сетям золотого яблока огромное количество свечей. И от свечей мы переходим к диффузорам. Как выбрать правильный диффузор? Возьмем нашего подопытного Ботавикоса. Для начала бы я рекомендовала вам ставить не все палочки, потому что вы никогда не знаете, насколько интенсивным покажется или неинтенсивным покажется вам запах. Положите из шести предложенных, например, четыре, он постоит у вас пару часов, вы поймете, что там вам не хватает какой-то диффузности, добавите еще две и будете наслаждаться. Плюс рекомендую постоянно, ну как постоянно, пару раз в неделю точно, просто переворачивать эти палочки, чтобы как-то возобновлять интенсивность аромата. Также выбирая диффузор, нужно заметить, на какой он основе базируется. Он масляный или спиртовой? Масляный пахнет потише, спиртовой пахнет поярче. Плюс у нас вот есть вот такая роскошная история. Это диффузор от State of Mind с ароматом Natural Elegance, как о вам известной, если неизвестной, то рассказываю. Изначально State of Mind вообще это чайный бренд, и все у них в эстетике чая. Natural Elegance есть одноименный аромат, это османтусовый шипр, абрикосовый, чайный, очень красивый, и вот у них есть одноименный диффузор. Честно, до недавнего времени, пока я не посмотрела картинку на официальном сайте, я не знала, оказывается, как до конца пользоваться правильно этим диффузором. Вот это откручивается, вот это закручивается, вот туда вставляются палочки, и стоит такая красивая чайная баночка на каком-то почетном месте вашей квартиры. На какой-то маленький метраж, маленький диффузор, конечно, вот это я бы поставила либо в большую спальню, либо в гостиную. С диффузорами, все, переходим к следующему способу. Следующий способ ароматизации пространства, любимый, обожаемый многими, это Пала Санта. В белотном яблоке есть вообще вот такой замечательный набор, тут и Пала Санта, и Шалфейн. Пала Санта – это священное дерево, аромат которого, конечно же, должен изгнать из пространства всю негативную энергию. Шутка про то, что чаще всего в моем пространстве главная негативная энергия – это я. Его используют для того, чтобы расслабиться, чтобы как-то очистить свой разум в процессе медитации и просто, когда вам удобно и угодно, потому что зажженная Пала Санта пахнет очень-очень приятно. Вот такие наборы есть у Spirit Rituals, все и сразу. Так, что мы имеем? Пучок Шалфея, Пала Санта в количестве трех штук. Честно, вот поставьте так, вам уже будет ароматерапия. И, опять-таки, спасибо производителю спички. Для того, чтобы воспользоваться Пала Санта, нужно иметь какой-то открытый огонь, подержать Пала Санта над открытым огнем, то есть она должна загореться. Вы держите так секунд 30, потом даете этому огольку немножко потлеть, потом кладете на керамическую подставку или на блюдце, и аромат от Пала Санта продолжает заполнять пространство вашей комнаты. Так как в этом наборе есть и Пала Санта, и Шалфей, они, конечно, и по отдельности пахнут замечательно, но можно их использовать вместе. Шалфей поджигается по такому же принципу, только вы можете, например, сжигать сразу весь букетик, можете отрывать листик и также дать ему потлеть. Как использовать, вам виднее. Может, вам отдельно хочется в какой-то день поджигать Шалфей, очищать пространство с помощью Шалфея, может быть, в какой-то день с помощью Пала Санта, либо в тандеме. Пришло время отвлечься на промокод, который мы для вас приготовили, на дополнительную скидку, действующее ограниченное количество времени. Успеваем воспользоваться. Ну что, мы вспомнили про свечи, вспомнили про диффузоры, научились изгонять негативную энергию с помощью священного дерева Пала Санта. И есть еще некоторые штуковины для дома, которые делают нашу жизнь в квартире ароматнее и приятнее. Например, у тех же Flame Moscow есть отличные ароматические саше с парфюмерной композицией внутри. Это такие треугольные, как бумажная новогодняя игрушка. Они выглядят, вы можете повесить просто в шкаф с одеждой или положить куда-то в белье, и все это будет прекрасно пахнуть. Некоторые бренды делают керамические штучки такие, либо из резины, которые пахнут так, как вам заблагорассудится, потому что они очень быстро выветриваются, и вы потом можете просто наносить парфюм на уже истлевшую керамическую штуку, и она будет тоже пахнуть. Плюс лайфхак. В принципе, можно взять вообще какой-нибудь кусочек глины или отбитой керамической тарелки, шершавой или пористой, нанести на него любимый аромат, и она тоже будет ароматизировать ваше пространство. Одна из моих самых любимых категорий для ароматизации пространства – это парфюмированные спреи. Спреи для дома, которые можно использовать и как ароматизатор для постельного белья, и как ароматизатор для штор. Некоторые бренды делают настолько классными свои ароматические спреи, например, бренд Фредерик Маль, у него просто феерические спреи. Мне кажется, ими не возбраняются и плеваться самому, потому что это полноценная парфюмерная композиция, достойная для того, чтобы так пахнет не только дом, но и человек, который живет в этом доме. Я перечислила в этом видео свои любимые способы для ароматизации пространства, предложила всевозможные продукты для появления приятного запаха в интерьере. Если вам вдруг захотелось в кратчайший срок избавиться от негативной энергии, тут на помощь придет наша быстрая доставка. Все подробности в описании к этому видео. Я жду от вас в комментариях ваши любимые, может быть, свечи, ваши любимые диффузоры. Пишите о том, что вам нравится, какие вам нравятся запахи ощущать в собственной квартире. Мне будет это очень интересно прочитать. Не забывайте подписаться на этот канал, ставьте этому видео сердечко. И до скорых встреч!